Здравствуйте, уважаемые посетители моего сайта! Сегодня я хотел бы вас научить строить графики тригонометрических функций в координатной плоскости x, y. Ну что ж, начну я, конечно же, с самой встречаемой функции y равен sin x. Прежде всего, начертим нашу координатную плоскость и отметим на оси ординат точки минус 1 и 1, а на оси абсцисс точки минус 2π, минус 3π на 2, минус π, минус π на 2, 0, π на 2, π, 3π на 2, 2π. Также отметим пунктирные линии точки пересечения ранее отмеченных нами точек на данном рисунке. Теперь можно начинать строить наш график функции. Начнем с точки 2π. Пойдем вверх и пройдем через отмеченные ранее точки пересечения. Чертим вот такую кривую. Это и будет график функции y равен sin x. И называется он синусоидой. Вторая функция, график которой мы сегодня научимся строить, это y равен cos x. Опять чертим нашу координатную плоскость и отмечаем те же точки и их пересечения. Начинаем проводить линию уже из точки 1 на оси ординат. Идем через ранее обозначенные точки и их пересечения сначала влево, а потом и вправо получается вот такая кривая. Это и будет график функции y равен cos x. И называется он, как вы могли догадаться, косинусоидом. Вот мы и подошли к самым сложным из этих функций. y равен tan x и y равен k tan x. Чертим две плоскости и отмечаем на них точки. Минус 2π, минус 3π на 2, минус π, минус π пополам, 0, π на 2, π, 3π на 2, 2π. Из этих точек проводим перпендикулярно к оси абцисс, стриховой линии. Сначала начертим на первой плоскости кривую, ограниченную данными перпендикулярами и проходящую через начало координат. Она будет стремиться к ним, но никогда их не пересечет. Получается такая кривая. Далее переходим к второй плоскости и чертим похожим образом вот такую кривую. Если вы подумали, что на этом построение заканчивается, то вы, главное, ошибаетесь. Графики этих функций будут бесконечно чередоваться вот таким вот образом. Как вы уже могли понять, слева мы начертили график функции y равен тангенс x, а справа график функции y равен катангенс x. Из названия этих функций следует, что наши графики будут называться тангенсоиды и катангенсоиды. Ну что ж, вот мы и научились строить графики тригонометрических функций. Это может пригодиться вам на ЕГЭ как один из способов накождения корней в 13 задании. Так что постарайтесь все это запомнить. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...